Так, друзья, всем привет! Сегодня мы начинаем делать отопление в шикарном новом доме. Меня зовут Вадим Валерьевич, и я буду сейчас рассказывать, как мы делаем отопление электрокотлом. Здесь будет 8 радиаторов. Далее мы еще зайдем в дом. Я расскажу, как эта система устроена, как мы обвязали котел, какой котел мы применяем, какие радиаторы. Схема будет, конечно, естественно, отопление. Мы ее нарисуем для вас обязательно. Ну и сегодня мы, конечно, еще посетим магазин сантехнический. Там мы будем закупать материал для монтажа этого отопления. И некоторым, а может быть и многим станет интересно, какой чек будет в этом магазине, и сколько стоят материалы для отопления дома. 80 квадратных метров. Смотрим, не уходим. Сейчас заходим в дом, в этот красивый новый новостройку. И мы уже сегодня приехали, работаем первые часы. Первые 2-3 часа. Сверлим отверстия и так далее. Пакуем радиаторы. Пойдем посмотрим, что это за дом. Дом, конечно, очень шикарный. Дом, напомню, бревно. Со светом тут не особо. Все покрашено. Все покрашено, друзья. Света пока нету. Так пробегусь по комнатам. Здесь, везде мы делаем все радиаторные батареи. Радиаторное отопление. Такой вот зал. Все очень шикарно. Все как вы любите, друзья. Смотрим дальше. Так, друзья, отопление будет очень простое. Называться оно будет двухтрубная система отопления тупиковое. У нас дом. Вот здесь вот у нас у заказчика вход в дом. Здесь маленькая есть комната под бойлерную. Котел находится вот здесь. Так вот, здесь у нас будет два радиатора. Раз. И в прихожей два. То есть будет два крыла. Значит, одно крыло у нас будет два радиатора. А второе крыло будет шесть радиаторов. Итого всего будет восемь радиаторов. Очень простая система. Почему мы не разделили крылья пополам? Потому что здесь входная дверь. И как бы некрасиво будет, если мы ее будем обходить. То есть будет дверь вот так. Допустим. Да, вот дверь. Вот идет линия. Чтобы нам под порогом никак не пройти, нам надо поднимать трубу, обходить дверь. Вот так идти далее. И так здесь две трубы будет. То есть это очень некрасиво, друзья. Так вот, друзья, накидал простую схемку. Не стал тут разрисовывать. Красная, синяя. Значит, вот у нас схема. Схема дома. Объясняю сразу. Котел. Левое, правое крыло. Правое крыло два радиатора. Левое крыло шесть радиаторов. Здесь у нас радиаторы 350-е, все остальные 500-е. Значит, подключение радиаторов у нас происходит только так. В основном это диагональное подключение, значит, вверх, в верхнюю точку радиатора, заход теплоносителя в нижний выход. То есть, у нас теплоноситель, проходя по, перетекает жидкость по всему радиатору, охлаждаясь, она остывая опускается и уже снизу выходит, обратно возвращается в котел. Придаем предпочтение вот такой обвязки радиатора, то есть, подключение радиаторов именно диагональное. Иногда, если у нас мало секций, допустим, шесть или восемь, это максимум, то мы делаем, еще бывает, боковое подключение. Низ-низ подключение, значит, здесь или здесь, мы используем только при монтаже системы отопления Ленинградка. И эта система отопления называется двухтрубная, тупиковая. Почему двухтрубная? Потому что здесь две трубы проходят, значит, верхняя труба обычно у нас идет подача, а нижняя труба обратка, которая возвращает и полоситель в котел. Почему тупиковая? Что в каждом крыле у нас есть тупиковые радиаторы? Допустим, на этой схеме, значит, на левом крыле у нас тупиковый радиатор вот этот, а на правом вот этот. Минуту просто. Как мы подключаем обвязку котла, вот у нас котел, выход с котла подача и вход в котел обратка. Значит, здесь мы ставим обязательно запорный кран, здесь ставим на обратке кран, потом грязевик обязательно и еще один кран. Почему здесь два крана? Чтобы быстро обслужить нам грязевик, то здесь сетка 300 микрон, закрыли вот эти два крана, открутили гайку, сетка вылезла, выпала в руку, прям промыли, поставили обратно, закрутили, открыли два крана, продолжаем работать. Все, это у нас котел. Сейчас вы, друзья, увидите в конце, как вот эта система полностью работает. Я пробегу по всем комнатам, полностью по дому и посмотрите, как это выглядит наяву. Продолжаем. Ребятам я мешать не буду, мы сейчас с вами едем в магазин покупать материал, друзья, для отопления. Поехали. Мы опять в магазине Валмакс делаем закупку. Вот такой у нас, друзья, расчет. Такая вот схемка. И мы не пишем, там особо не расписываем, для чего. Если мы и так все уже прекрасно знаем. Вот от руки прям на коленке написали, столько чего. Сейчас приехали в магазин Валмакс, а полипропилен здесь продается с знаменитого завода РТП, российско-турецкий пластик. Поехали. Простые. Берем пачку, они, смотрите, все запечатанные, мы отовариваемся уже здесь больше двух лет. Чем мне нравится компания РТП? Это все у них цивильно, все у них в пакетиках, никаких пылинок, никаких этих. В общем, люди делают для себя, как говорится. тройник, да, 10, десяток. Так, клипсы мы взяли, вычеркиваем, 25, 20, 25 тройников, тройник, у нас 14 штучек, вычеркиваем, 14 штучек, нам надо 14, придется в ручном наборе, да? так, 14, 25, 20, 25, теперь, переходы, муфты, и, Мишань, вот паечные краны, смотри, так, вот паечные краны, угловые, это простой, у нас кран шаровый, друзья, паечный, очень удобно, то есть здесь резьбового соединения у нас не будет, сразу будет пайка, а эта штука у нас сразу в радиатор заходит, так, у нас 8 радиаторов, так их надо 8 штук, 8 штук, так, краны шаровые 8 мы взяли, осталось вентиляток, и 20-ок на короняк, так, угол 25, 12 штучек, так, поехали, вот и Сергей, здравствуйте, здравствуйте, да, 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 слушай Сергей, нам нужно, это, гайка накидная, угловая, угловая, три четверти на 25 трубу, на 25 трубу, сейчас, есть, есть, если не найдем, то возьмем прямые, угловая, вот она, о, видишь, моя мешань, вот, и сразу к стенке, а здесь уже углом, вот такая муфочка на котел, так, парочку, парочку, и прокладка, где-то в комплекте обязательно, да, карманчик, сюда, да, 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 теперь фильтр, не косой, а вот такой, 25, такой прямой, короче, и так, и так, да, то есть, вот так он обойдет, да, то есть, вертикально можно ставить, вот, друзья, не косой, косой можно ставить, только по направлению, и по горизонтали, теперь нам нужно, кран 25, полнопроходный нам нужно, есть не полнопроходный, а здесь у нас есть, какой у нас, Сергей, полнопроходный, полнопроход, вот сейчас, да, да, полнопроход, стандартный проход, нам их надо, три штуки, возьми, скрасим, или сложи, наобрат, а, ну все, так, кранов мы купили, гайки накидные, мы взяли, так, окей, вот взяли, так, осталось нам, кран полдюйма, внутренний наружный, и 8 вентилей, кран взяли, так, зачеркнули, видите, как быстро, я думаю, что, посмотрите, смотря, у тебя уместится труба, и сразу здесь же, шием кашка будет, еще тройник, на сколько ты на трубу, опускать, еще ниже, ты не знаешь, лучше взять прямые, и 8 м кашек, вот таких вот, без, вот они, упаковка, ничего мотать не надо, сразу закручиваешь, а сюда, 8 м кашек, да, и 8 м кашек наружных, 20 на полдюйма, Вадим, берем прямые, да, так, ну, в общем, по мелочевке, друзья, мы собрали почти все, вот такой у нас пишечек, так пишут только профи, друзья, вот я за 15 минут, написал на коленке, сейчас едем от заказчика, прям на коленке, у магазина написали, все, все, что нам надо, на дом 80 квадратных метров, все, смотри-ка, мешай, миллион, хватит, хорош, и, сантехпаста белая есть у вас? Так, что мы забыли, сердце, сердце, отопление у нас, котел, а котел у нас будет, зото МКС, 9 киловатт, где он, смотрим, так, друзья, зото МКС, где-то 9 киловатт, 64 999, берем, да мы же не все, мы еще батареи будем, радиатор набирать, идем, мы все равно забьем, пока мне, не давай, да, пойдем туда с трубой, решим вопрос, труба нам нужна, 25-ая, ПН-25, стекло, 4-ех, это сюда, у вас футболочки вот такой нету, на меня, я бы, футболочек нету, так как на меня, я бы на заказе ходил, и снимал, ну рисую, так, ну что, значит, смотрите, ПН-25, да, диаметр 25, так вот, друзья, уже второй год, мы ездим в этот магазин, покупаем полипропилен, именно, именно, здесь другого, просто нет, российско-турецкий пластик, по нашим выводам, у нас 5 бригад, монтажников, по полипропилену, еще ни одного, не было нареканий, друзья, это не реклама, мне не платят, ни одного нарекания, ни от одного монтажника, что этот полипропилен, плох, или какие-то у него имеются минусы, а эта компания, выпускает не только полипропилен, но и канализационные трубы, трубы ПНД, муфты, углы, МКшки, МКРки, если кто кому-то что-то говорит, краны, вентиля, в общем, все, что касается пластика, производится на этом заводе, об этом надо знать, друзья, берем мы трубу для отопления, ПН25, и диаметр ее будет 25, толщина стенки в 4,2 мм, и эта стена, толстостена, она предназначается для отопления, это надо знать каждому монтажнику, Сергей, еще у вас заставка, я закажу на завтрак, можно где-то часов на, ну сейчас поговорим, у нас, да, ну все, отлично, то есть заставка этого, в этом магазине, вообще без проблем, я понял, без проблем, но все, вести у Орехового Зои, тут по району, вообще не вопрос, 50 метров, 25 трубы, стекло в окно, и 20, так же стекло, 24 метра, так, остается нам крепеж, так, комплекты, антифриз, и радиаторы, просто девушка, меня садила, у вас просто магазине, других нету, а во всех магазинах, вот такую еще, надо, можно искать, надо, понимаете, там везде, ПН-20, тоже стекло, только они на 3 и 2, а это 4 и 2, понимаете, да, у вас очень хороший магазин, потому что у вас только, все для отопления, водоснабжения, и так далее, и 10 метров, да, пришел на помощь, директор, он работает, как и все, 4 метра, и 8, 52 метра, так, отлично, теперь, Сергей, нам нужен котел, Zota MKS, 9 киловатт, одна штука, все, бегу за ним, не, но это доставка будет, да, я понимаю, теперь нам нужны радиаторы, пройти мы можем только так, да, теперь идем за радиаторами, друзья, видео, конечно, такое баламутное получилось, но тут работа, особо вам рассусоливать я не буду, значит, мы берем радиатор, алюминиевый, вот он, да, Royal Thermo Revolution, вот такие, друзья, 10 лет гарантии, сделано в России, очень хороший радиатор, всем, кто будет писать, что в алюминий нельзя заливать антифриз, пожалуйста, прочитайте от этого радиатора инструкцию, и больше мне не пишите, что алюминий не совместим с антифризом, и это надо помнить всем, Сергей, ну что, давай, так, смотри, так, у нас, значит, всего 8 радиаторов, значит, с этими мы решили, стресс, 300-500, да, остальные полтинник, у нас, значит, тут, две десятки, все, берем алюминий, революцию, две десятки, ну, мы их сейчас не будем, ну, в общем, чтобы они были, да, там, запугазать, закинуть, так, две десятки, есть, есть, две восьмерки, есть, есть, потом, нам нужна, восьмерка, чтобы разобрать ее на 6,2, так, и восьмерку, да, и третью восьмерку, так, подъезжаем к финишу, значит, крепеж, крепеж мы взяли, 22 штуки, так, друзья, и комплекты в радиатору 8 штук, вот, и весь, друзья, списочек, завтра, нам, в 11 часов, привези, приедет газель, газель, с магазина, валмакс, и привезет, это все, на рабочее, наше место, в доме, где мы будем делать, отопление, друзья, будет большое видео, домик, очень красивый, очень интересный, сегодня, там были, цилиндрованное бревно, там, мы будем делать септик, будем делать водоснабжение полностью, скважину, а вот сейчас делаем отопление, сейчас там у нас работает бригада электриков, электрика там будет наружная, ретро, то есть провода будут идти по, значит, по наружу, называется такая электрика, провода ретро, она, конечно, дорогая, но очень красивая, друзья, все мы это будем снимать, все мы будем вам это показывать, так что советую подписаться на наш Яндекс.Зен, зайти на наш сайт, тепловода-РОЗ, сделать заявочки, там есть форма обратной связи, заявочные таблицы, ставите галочку, что вам нужно, пишите, адрес не обязательно полный, допустим, там, Орехо-Зуйский район, или Павловский посад, или Воскресенск, или Можай, ой, или, ну, вы в общем поняли, да, любой город или район, и обязательно указывайте правильно телефон, некоторые пропускают одну цифру, и, увы, мы не можем вам дозвониться, то есть, с какой, какую вы цифру пропустили, если бы последнюю, ну, а если где-то в середине, тогда все, тушь, суши, весла. Так, теплоносителю мы заказываем теплый дом, ЭКО, минус 30, 60 литров, друзья. Дамы и господа, приговорчик, кто-то поставит на паузу и почитает, отопление дома, электрокотлом, первая страничка, и все, да, подпись, печать, а сумма, и вот сумма, 157 наших рябчиков, ненаглядных, ну, все. Не забываем подписываться, друзья, на наш телеграм, телеграм-канал называется, очень просто. Друзья, сейчас первые минуты, запуск, то есть заливка, антифризом, система отопления, применяем мы обыкновенный малыш, 72, напор, гибкая подводочка, и все краны открыты, американки затянуты, радиаторы спаяны, и начинаем заполнять систему. Так, сливаем мы, стравливаем воздух с каждого радиатора, накачали до двух атмосфер, на всякий пожарный, да, вот так это выглядит, вот воздух выходит, сейчас как польется, прямой струей, все, батарея полная, радиатор, давай, 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 вот, закрывай, готово, все, все, батарея у нас полный, воздух спустили, накачали до двух, вот смотрите, с 7 радиаторов у нас ушло 0,5, 2 было бара, сейчас, сейчас один с половиной, то есть у нас воздух ушел пол бара, сейчас подкачаем опять на два, и запускаем котел, все, друзья, здесь вот сруб, он новый, да, и заказчику посоветовали, мастера, кто ему это делал, не топить дом больше, чем 15 градусов, для этого мы поставили датчик, вот такой вот он идет в комплекте, ну, времянку кинули, потом здесь электрики, если надо будет поставить куда-нибудь сюда, датчик, и уже сейчас будем настраивать котел под датчику температуры, то есть поставим 15 градусов, и все, и он будет выключаться, как только почувствует 15 градусов, он выключит котел, температура снижается, он опять по датчику включает котел, и так продолжается по кругу, но все, друзья, спустили мы везде воздух с радиаторов, оставили двушку, тут 1,9, так, врубаем, не сейчас, не сейчас, вот этот, да, вот этот котел, оп, сейчас, сейчас, так, там включили, ну, да будет свет, бах, и вот здесь, здесь тоже есть клавиша, оп, друзья, котел врубил, сейчас он, сейчас он сам себя прогонит, то есть, он сейчас происходит, съем со всех датчиков, тут стоит микросхема, как бы компьютер, вот тут, так, в общем, мозги, так называемые, и что мы имеем, по умолчанию, мощность у нас на всю, котел установлен 70 градусов, температура 12, у нас на третьей скорости, так, на третьей скорости, так, сейчас я минутку садиву, так, отопление запустили, котел зото МКС 9 киловатт, работает он по датчику температуры, обвязка котла, 2 накидные гайки 3-4, дюймовый грязевик, то есть, 32, здесь переходы, мы его, специально поставили побольше, чтобы был большой запас, загрязнений, потому что, система новая, перекрыть два крана, чтобы его прочистить, перекрыть котел, подачу, чтобы его, можно было снять, отремонтировать, или заменить, или обслужить, далее идет у нас, разводка на два крыла, левое крыло, два радиатора, правое крыло 6, есть на обратке, в самой нижней точке, сливной, заливной кран, так, здесь помещение очень маленькое, это мини котельная, микро, можно сказать, ну как мини, да, мини котельная, поставлен был радиатор, с двух секций, далее, по левому крылу, через стенку, у заказчика, санузел, санузел, конечно, не очень большой, но я думаю, все в нем поместится, душевая кабина, унитаз, раковина, здесь у нас 6 секций, все очень прекрасно, 95 рублей, так, далее, прихожая, это вход, центральный в дом, здесь восьмерка, самый, как бы, холодную, зона, посушить перчатки, варежки, детям соплем погреться, да, все, далее, идем, правое крыло, мини котельная, здесь, каждую, маленькая спаленка, здесь будет, попроще, заказчика жить, старый человек, он любит тепло, поставили 10 секций, переходим через стенку, здесь, так же, как бы, уже спальня побольше, две стены у нас теплые, холодные только одна, поставили восьмерочку, 8 секций по радиаторам, я сниму по кругу, так, пятый радиатор, пятый радиатор, здесь десяточка тоже, по просьбе, холодная стена, холодная стена, здесь просится восьмерка, но мы добавили, потому что неизвестно, какие теплопотери будут, по-далейшим, но, в принципе, нам котел позволяет, сделать небольшой запас, далее, большой зал, здесь панорамные окна, 50-е радиаторы высокие, здесь не вылезают, пришлось применить 350-е, то есть, у нас размер, высота, не 50 сантиметров, а 35 сантиметров, от входа до выхода, из котла, и вот второй радиатор, такая вот работа, друзья, произведена была компанией, теплая вода, тире ОЗ, друзья, вы все прекрасно знаете, заходим на наш сайт, делаем заказы, подписывайтесь на наш Яндекс.Зен, всем пока, не болеем, Спасибо.